Я художественный руководитель этого кабареха Олегали, режиссёр этого непосредственно шоу, и по совместительству чтец, певец, надуде и грец и вообще пизде... Извините, да. Но с другой стороны, русская речь без мата превращается в доклад. И вообще это риторический вопрос, может ли Россия существовать без ненормативной лексики. Я всеми фибрами своей души ненавижу риторику. Не, ну как можно спорить, что лучше? Мечтать о пизде или пиздеть о мечте? Этого никто не знает. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как Ебунгора, как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящей в этом заведении Хохлы, но украинский лад как Ебанько. Это не так. Моя фамилия переводится как Дума на горе, но вы находитесь в кабарехе Олегале, и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. И вообще вы здесь можете делать практически всё. У меня будет только одна маленькая просьба личного характера. Не нужно себя вести в нашем заведении так, как себя здесь ведут обычно москвичи. Есть, конечно, грань между городом и деревней. Вот я там услышал «Ёб твою мать», да. Вот знаете, именно этим и отличается питерский интеллигент от московского. Питерский никогда не сказал бы «Ёб твою мать». Он сказал бы, например, так. «Я вам в отцы гожусь». Нет, вот смысл один и тот же, да? Только подача другая. И у меня будет ещё одна маленькая просьба. Пожалуйста, не деритесь и не ебитесь прямо на этих столиках. Для этих целей существует сортир. Во-первых, под рабочим названием «Идеальная какашка». А во-вторых, улица Лонское шоссе. Которая, по моим глубоким убеждениям, давно следовало переименовать в Товтенверк-штрассе. Но ведь нацы гордо думают почему-то по-другому. Да, собственно говоря, это уже и не важно. Будете этим заниматься на улице, пожалуйста. Не забывайте, где вы живёте. Вы, как, собственно говоря, и я, находитесь в России. Россия — это уникальная страна. Если тебе хуёво, тебя забирает скорая помощь. Если тебе пиздато, тебя забирает милиция. А наша милиция, она самая лучшая в мире. Потому что милиция — это менты, а полиция — это уже понты. Нет, помни, как у грибоеда Александра Сергеевича. Если хочешь быть здоров, убегай от мусоров. Нет, ну, неважно, куда вы побежите в дальнейшем. Рекомендую вам сейчас же, не сходя с этого места, наебнуть на ход ноги граммов по 200, а то лучше и по 300. Нет, ну, во-первых, потому что на трезвую голову смотреть на всё то говнище, которое будет происходить на этой сцене, невозможно. А во-вторых, я уж не знаю, как вас, а меня отец с молодых ногтей учил. Ромочка, запомни, мясо и рыбу без водки могут жрать только собаки. Нет, ну вот смотрите, ведь всё начинается с мелочей. Сначала кофе без кофеина, потом сигареты без никотина, потом незаразная резиновая женщина. Нет, кстати, это ещё нерешённый вопрос. Резиновая баба — это ещё анонизм или уже ебля? Но этого никто не знает. И в конце секс с негритянкой, то есть первый шаг к зоофилии. Господа, будьте, пожалуйста, аккуратны на вашем жизненном пути. Отмыться, поверьте мне на слово, нихуя не получится, бля. Да, ну где там я смотрю на ваши сытые физиономии и вижу, как вам глубоко похуй всё, что я вам только что сейчас сказал, бля. Я на ваш счёт и не обольчался, бля. Я и сам живу по другому принципу. Лучше сегодня напиться, чем завтра работать. Но, пожалуйста, прислушайте советам профессионала и ни в коем случае не напаивайте ваших спутниц. И даже не потому, что Шиллер в своё время сказал «Пьяная баба — пизде не хозяйка». Нет. Просто вы и без меня прекрасно знаете три стадии алкогольного опьянения у женщин. Стадия первая. Какая я пьяная? Какая пьяная? Стадия вторая. Кто, бля, пьяная? И стадия третьим, когда женщина, садясь в такси, на вопрос водителя, куда ехать, говорит «А тебя это ебёт?» Пожалуйста, не напаивайте ваших женщин и ни в коем случае не забывайте их в нашем заведении. Нам своё говно, нам своих некуда девать. Если вы выпили больше, чем могли, но меньше, чем хотели, и чувствуете, что так хуёво с бодуна никогда никому в мире не бывало, вы ошибаетесь. Хуёве всего с бодуна колобку. У него, блядь, вообще всё болит. А то, что закусывать лучше всего манной кашей или винегретом, надеюсь, вы и без меня прекрасно помните. Манная каша выходит легко, а винегрет красиво, да. Всё, что хотел, сказал. Вернёмся к нашему расчудесному шоу. Дарвин, тот, который Чарльз, в своё время произвёл довольно-таки сакраментальную фразу. Дословно он сказал следующее. Если зайца научить пить водку, то уже курить и материться этот зайчик научится сам. Поэтому я могу в вольной форме продолжить эту логическую цепочку и сказать следующее. Для мужчины раздеть женщину и не выебать. Всё равно, что для женщины померить что-то и не купить. Действительно, есть всё-таки различия в менталитете различных народов. Вот, например, для восточного менталитета характерно, чтобы женщина была снизу. Для западного менталитета характерно, чтобы женщина была сверху. А для российского менталитета характерно, чтобы женщина была на кухне. И вообще, господа, если ваша супруга по какой-либо причине вылезает с кухни и начинает вас учить уму-разуму, просто укоротите цепь. Он еще из Ратустра в свое время говаривал, идешь к женщине, возьми с собой плетку. Я понимаю, конечно, что Россия это не Восток, если бы в России, как на Востоке, стали рубить за воровство руки, через год начали бы хуячить уже протезы. И вообще, почему-то в России, в отличие от Востока, не бывает мудрых старцев, у нас все больше старые мудаки. Ну, собственно говоря, какая страна, такие и люди. Знаете, анекдот даже вспомнил замечательный. Учительница дает детям задание написать сочинение на тему «Я премьер-министр». Все 33 ученика пишут совершенно различные сочинения, но заканчиваются они совершенно идентичной фразой. И хуй бы вы меня после этого нашли. Ну, понятно, Россия уникальная страна. По-моему, только в России заборы делают из досок, а мебель из опилок. И уж точно только в России ядерная кнопка хранится в пластиковом чемоданчике, а спирт в бронированных сейфах. Но, как бы то ни было, отношение к женщине должно быть по-восточному правильным. Я не знаю, как, для кого, а для меня эталоном супружеских взаимоотношений является следующая история. Жена связала мужу варежки. Ну, такие охуенные варежки. Он приходит на работу, друзья завидуют, интересуются, где взял. Он говорит, жена связала. Друзья говорят, блядь, это дело нужно обмыть. Налили, выпили, закусили. Он смотрит, варежки куда-то проебались. Он думает, как-то неудобно получилось, нужно что-то придумать. Вот он идет домой и думает, чтобы наврать, чтобы наврать. Поднимается по лестнице и думает, чтобы напиздеть, чтобы напиздеть. Звонит в дверь, жена открывает, он с порога ей в яблище. Хуяк! Она кубарим на кухню и кричит, Вася, не пизди, я тебе новые варежки свяжу. Бля, это, конечно, эталон. Но в качестве альтернативы могу вам предложить только свою семейную модель. Вот я со своей супругой живу очень весело. Хуй не встал? Посмеялись и баеньки, бля. Нет, я всегда считал, герой-любовник это не такой мужик, который каждый день ебёт разных баб. А тот, который живёт с одной, и именно она ему каждый день ебёт мозга. Бля, это жизнь. Жизнь вообще тяжёлая штука. Вот смотрите, как получается. Любишь одну бабу, ебёшь другую, живёшь третий, ребёнок у тебя от четвёртой, а тебя любит вообще пятая. И что самое неприятное, это пятая, это твоя мама. Вот по-научному это называется причинно-следственная связь. Смотрите, мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, хомячки нихуя никого не любят. Вот, садя хомячка, в личную нору закатывается зайка серенький, хвостик беленький. Смотри, там лесято сидят на горшках. Он говорит, лесято, привет! Они говорят, косой, пошёл нахуй, блядь, чё тебе надо? Он говорит, мать где? Они говорят, где же ей быть? На работе, конечно. Он говорит, передайте мамаши, сегодня вечерком загляну и её выебу. Лесято говорит, косой, ну, блядь, ты знаешь, нам несложно передать, но тебе, по-моему, пиздец. Он говорит, передавайте! Они говорят, хорошо. Вечером с работы приходит лисица. Лесято говорят, мамка, тут, блядь, к тебе косой приходил! Она говорит, нахуя? Сказал мамка, что сегодня вечером заглянет и тебя выебет! Лисица говорит, блядь, я эту суку косоглазую поймаю! Пойдут клочки по закоулочкам! Весь вечер всю ночь ждёт, зайца нет. Наутро она на работу, буквально минут через 10 появляется заяц и говорит, лесято, простите, мы вчера с волками бухали, волчицы ебли, ну, я просто не успел. Я сегодня вечером появлюсь, и вашу мать уже 5 раз выебу. Вы же ей передайте, чтобы она не волновалась. Лесято говорит, косой, блядь, ты нас, конечно, прости, но мы первый раз в своей жизни видим зайца ебанутого на всю голову. Нет, у тебя же вчера был пиздец, сегодня полный кирдык, ну, хули тебе надо? Он говорит, передавайте! Они говорят, хорошо. Вечером с работы приходит лисица. Лесято говорят, мамка! Она говорит, косой приходила, да? Они говорят, да, мамка. Сказал, что меня выебет. А они говорят, не, мамка, ну ты чего, блядь, конечно, нет. Сегодня он сказал, что уже 5 раз выебет. Лисица говорит, блядь, я эту сволочь ушастую поймаю, я его нахуй как грелку, блядь, порву. Весь вечер всю ночь ждет, зайца нет. На утро она думает, да в рот ебись, это работа. Спряталась в кустах, лесято, говорит, придет косой, скажет тебе на службе. Лесято говорит, есть, появляется зайка. И говорит, лесято, молчите. Я знаю, что я не прав. Но вчера из дальнего леса приходили слоны. Мы с ними коноплю курили, кокс нюхали. У меня после этого не вставал. Я, чтобы не позориться, не прибегал. Я сегодня обязательно исправлюсь, забегу, и вашей мамашей уже 15 раз во все щели запердолю. Из кустов появляется лисица. И говорит, ну что, косой? Ебей! И за ним по лесу, по пенечкам, по кусочкам, взад, вперед, вперед, назад, по всему лесу гоняет час. Два, три, четыре, пять. Передезайча нора. Зайца туда, ху, якс. Лисица за ним, пиздык. Застряла. Заяц вылезает через черный ход. Подходит к лисице, задирает хвост. А ху ли делать? Детям обещал. Да, господин и дамы, действительно, дети это святое. Я не знаю, как вы, а я всегда был сторонником совершенно традиционных форм сексуальных взаимоотношений между полами. А помните, как у Тютчева? Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Да, но сейчас вообще про Вовочку очень много появляется. Новых стихов, песен, анекдотов. Слышали последний, нет? Вовочка в классе шумит, пердит, прыгает с парты на парту, только что на люстре не качается. Учительница говорит, Вовочка, хватит. Вовочка, прекрати. Вовочка, замолчи. Она говорит, Марья Ивановна, пошла ты нахуй. Она говорит, Вовочка, ты что, ебнулся, что ли? Я, блядь, твоя учительница, а ты нахуй кто? Он говорит, а я, Марья Ивановна, когда вырасту, стану великим человеком. Она говорит, Путин не юрод свой. Это свежий анекдот. Так вот, мамаша стоит перед зеркалом, примеряет новую шубку, вокруг нее нарезает круги ее сынок. Она говорит, что, сынуля, нравится новая мамина шуба? Он говорит, нет, мама, я смотрю и охуеваю. Ты даже не можешь себе представить, каких жутких страданий доставила эта твоя новая шуба маленькому. Несчастному зверьку. Мать долго смотрит на сына, молча дает ему затрещину и говорит, не смейте подобные слова говорить про своего родного отца. Вот, знаете, я сейчас смотрел на сцену и совершенно отчетливо понял, кто же такая зайка. Зайка это такая, блядь, у которой огромные уши. Да, но действительно, действительно, женщин существа удивительные, но я знаю, как с этим чудом природы нужно бороться. Более того, я даже знаю, как сделать так, чтобы у женщины загорелись глаза. Ей нужно фонариком посветить в ухо. Правда, знает эта женщина, отвечая, что они, например, точно знают, как сделать так, чтобы мужчина в постели просто взбесился. Я говорю, как интересно. Они говорят, а у него нужно спиздить пульт управления телевизором, блядь. Она действительно знает, о чем говорят. Кстати, женщины утверждают, что все они на машинах задом хуево паркуются, только потому, что мужчины им говорят, что вот это вот, это 20 сантиметров. Единственная умная вещь, которая когда-либо срывалась с уст женщины, был хуй Альберта Эйнштейна. Но я всегда считал, наличие ума у полового партнера необходимо только, если вы собираетесь ебать ему массы гибли. И больше никогда. Но вот таки, по зрелым рассуждениям, я все-таки пришел к выводу, что женская глупость, она все-таки как-то меркнет перед женской расточительностью. Но справедливости ради следует заметить, что женщина, она и задумана, как существо расточительное. Не, ну где вы видели копилку с прорезью снизу, блядь. Вот. Я со своей супругой всегда гуляю только за руку. Стоит руку отпустить, эта гадина сразу начинает тратить мои деньги. И единственное, что меня греет в этой ситуации, то, что у других те же самые проблемы. Отпоминается история. Двое друзей встречаются, один другому жалуется на жизнь. Говорит, слушай, жена каждое утро просит у меня тысячу долларов. Второй говорит, да наебнулась. Нахуя ей столько? Только-то не знаю. Я еще ни разу в жизни не давал. Нет, я тоже свои денег не даю, но денежки люблю. И вообще, знаете, к старости юмор становится черным, печаль светлый. И только денежки по-прежнему в цвет. Итак, значит, о чем я начал говорить? Да, да, философы установили, что самый верный способ раздвинуть женщине ноги, это усадить ее себе на шею. И, может быть, именно в этот момент вы точно поймете, где у женщин волосы самые кучерявые. А именно в Африке. Конечно, мы не расисты. Более того, я всегда считал, расизм, он как и негры. Его, блядь, не должно быть. Вот если мы были расистами, я, например, сказал бы так. У армянского радио поинтересовались. Скажите, а почему негры такие вонючие? И армянское радио ответило, чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Но я же такого не говорю. Вот видите, насколько я политкорректен. Но анекдот все-таки расскажу. Старый еврей решил женить троих своих сыновей. Вызвал их себе и говорит, ребятки, кто из вас найдет невесту, которая будет мне по душе, тот и получит все денежки. Через месяц вызывает старшего и говорит, сынок, нашел невесту? Он говорит, да, папа. Он говорит, как фамилия? Тот говорит, Иванова. Блядь, ты мне больше не сын, убирайся на все четыре стороны. Вызывает среднего и говорит, сынок, нашел невесту? Он говорит, да, папа. Как фамилия? Тот говорит, Петрова. Блядь, убирайся с глаз моих, чтобы я тебя больше здесь никогда не видел. Вызывает младшего и говорит, сынок, нашел невесту? Он говорит, да, папа. Он говорит, как фамилия? Тот говорит, Голдберг. Тот говорит, слава богу. А зовут как? Он говорит, Вупи. Да, ну вы знаете, я бы про негров и не вспоминал, Но женщины имеют наглость утверждать, что хуи бывают четырёх типов. Маленькие, большие, ничего себе. И есть ли что-нибудь подобное в белом исполнении? Я уже заебался женщинам доказывать, что в хуи в мозге главный не размер, а мастерство. Они всё равно не верят. Причём не верят не только мне, но и Шекспиру, который сказал «Little prick is not disaster, if you're a real master». Что переводит на русский, означает примерно следующее. Маленький хуёк, но он тоже пизде королёк. Да, но, собственно говоря, женщины всё подвергают сомнению, иначе бы они не были женщинами. О чём думает особь женского пола, по-моему, не догадывается никто на свете. Я вот кто-нибудь из вас знает, почему женщина, когда красит ресницы, всегда открывает рот? Во, бля. И я тоже не знаю. Загадка природы. Я сейчас хотел бы вам поведать одну маленькую, но, безусловно, поучительную историю из своей, в общем-то, не очень продолжительной жизни. Помогать мне там будет специально обученная девочка Клафели. Вот она, на лицо ужасное, но тёплое внутри. В отличие от других девчонок, которых ебёт весь доблестный коллектив нашего прославленного кабаре, у этой девушки именно я был первым мужчиной, которому она не дала. И, быть может, именно в этот момент я стал точно понимать, в чём разница между сукой и блядью. Блядь она даёт всем, а сука — всем, кроме тебя. Ну что ж, действительно, в жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда он начинает понимать, что никто в этом мире ему нахуй не нужен. Обычно это бывает на вторую минуту после того, как подорочил. Не, ну, действительно, анонизм — это такой праздник, который всегда с тобой. Не, тут не надо смеяться. Вы знаете, когда занимаешься анонизмом, по крайней мере, ты точно уверен, что твой партнёр с тобой кончает одновременно. Вот я, кстати, вспомнил хрестоматийный анекдот. Встречаются двое друзей, один другого спрашивает. Васька, слушай, а тебя жена когда-нибудь ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Он говорит, правда охуенное место, а? Антракт. На Востоке говорят, женщина похожа на колодец в пустыне. Никогда не знаешь, что у неё внутри. Или живительная влага, или дохлый верблюд. Напоминается старинный восточный анекдот. Сидит Хаджан в середине на пороге своего дома. Вдруг оттуда вылетает его жена и кричит. Я ли Хаджа, твоя самая любимая и самая красивая жена? Он говорит, да ты, ты, иди домой. Через пять минут вылетает вторая жена и орёт. Я ли Хаджа, твоя самая любимая и самая красивая жена? Он говорит, да ты, ты, иди домой и успокойся. Ещё через десять минут вылетает третья супруга и кричит не своим голосом. «Я ли Хаджа твоя самая любимая и самая красивая жена?» Он говорит, «Да ты, ты, иди домой и успокойся». Видев всю эту картину, к нему подходит Мула и говорит с негодованием в голосе, «Хаджа, но ведь не бывает же так, чтобы все три жены были и самые красивые, и самые любимые?» Он говорит, «Бывает, бывает, иди нахуй в свою мечеть и успокойся». Но действительно, действительно, Восток это дело тонкое, а я всегда считал, где толстый, там и рвется. И пускай восточные мудрецы утверждают, что в Гареме нет плохих танцоров, для меня всегда было ясно одно. Если плохому танцору мешают яйца, значит, яйца хорошего мешают балерии. Вот поминается старая история. Питерская балетная прима приехала с гастролями в какой-то провинциальный театр оперы и балета, по-моему, в московске, стоит в кулисах, готовится к выходу, вдруг чувствует, у него кто-то юбки задирает и ебет. Она поворачивает голову, смотрит мужичонка в кепке с беломориной, наяривает, блядь, старается. Она говорит, «Что вы делаете? Это же непрофессионально!» Он говорит, «А мне похуй! Я из самодеятельности!» Ну, действительно, самодеятельность сейчас правит бал. Вы посмотрите на российскую эстраду. Практически всем московским исполнителям на ухо наступил слон. И только видосу он наступил на яйца. Не, ну, бог с ним шоу бизнесом. Так вот, сидят на березе три вороны, одна собирается на промысел, возвращается минуты через три, перья стоят раком. Подруга интересуется, говорит, «Что случилось?» Она говорит, «Бабы, нас на поле кто-то пасет!» Одна говорит, «Я сейчас летаю, посмотрю». Возвращается и говорит, «Что, совсем что ли ку-ку?» Это же просто пугало. Вторая говорит, «Я тоже летаю, проконтролирую». Возвращается и говорит, «Ну что, девчонки?» «Я вас поздравляю, вы обе ебанутые!» Это просто Кристина Арбакайте вышла погулять. Да, это помните, как у классика? И просила она у господа крылья. И дал он ей крылья, заодно с клювом. Так вот, сидят эти три вороны и думают, «Как бы отомстить этому пугалу?» Одна говорит, «Девчонки, сейчас я его с одной ходки обосру три раза». Полетела «Раааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Усрал, все пугало с ног до головы. Ворона говорит, так, посаду иди сюда, блядь. Ты кто такой, а? Ты нахуй чей? Он говорит, баба, я не знаю, кто я, чей, но вот в прошлой жизни я был журналистом на ОРТ. Села срать, не серится, посрала, не верится. Отошла версты четыре, кучка все виднеется. Не, ну действительно, не боги же горшки-то обсирают. И вообще, по последним уточненным данным, говнистость индивидуума определяется не количеством высираемого им говна, а количеством оставшегося. Вот недаром же русский народ утверждает, что царица полей это нихуя не пехота, а диарея. Помните, как у классика? Срут медведи и слоны, дяди срут и тети. Люди все срать должны, а не то помрете. Не, ну бля, конечно, в говне что-то есть. Миллиарды мух не могут ошибаться. Но все-таки, при ближайшем рассмотрении, Россия, конечно, ассоциируется не с говном, как это могло показаться на первый взгляд, а с водкой. Вообще, многие неприятные явления ассоциируются с водкой. Вот, например, женщины. Вы меня, конечно, спросите, Рома, а что же общего между женщиной и водкой? Как что? И на то, и на другое с утра противно смотреть. И вообще, вы знаете, я все чаще и чаще задумываюсь над вопросом, что же может быть хуже, чем женщины? Наверное, только пидорасы. И вспомните, как у классика. Пидорасы, пидорасы, удивительный народ, поебутся в рот и жопу, а потом наоборот. Помню, замечательный анекдот. Моряк возвращается из дальнего похода, встречается у подъезда с соседом по стояку, и говорит, слушай, куда катится этот мир? Я сейчас нихуя не понимаю. Вот знаешь, профессора с восьмого этажа? Оказался пидорасом. Моряк говорит, да ты чего, блин? Я его 10 лет ебу, и только сегодня узнал, что он профессор. Российские теоретики танцев утверждают, что степ был завезен в Америку из России. Детка течена заре цивилизации, русские мщики, замерзая в степи, орали во всю глотку. Степ да степ кругом. У нас существует и кардинально противоположное мнение, что степ армянского происхождения, и родился он в городе Героя Еревани, в семье очень бедного инженера Карапетяна, у которого было семеро человек детей, и только один горшок. Не, ну, конечно, бедность это не порог, но вам, к сожалению, этого не понять. Народная мудрость утверждает, любой самый хуево освещенный кабак все равно в сто раз круче охуенно освещенного рабочего места. И а тут приходится въебывать, блядь. Да, но женщин, конечно, в этом отношении легче, но женщины вообще уникальные существа. На мой взгляд, женщина подобна собаке на сене. Она отнимает у нас, у мужчин, разум, который ей, собственно говоря, нахуй-то и не нужен. Да, так вот сейчас на эту сцену поднимется чудовище, которому чужого ума не нужно, свой, блядь, некуда девать. Не иначе, как только от большого ума можно было отрезать себе хуй. И так сам настоящий трансфексуал, то есть такой пиздацый парнишка, или хуевая бабенка, бля, не, кто оно такое, оно уже само не понимает. И вместо предисловия. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, а мне досталось с гнусной рожей и с гадким именем Антон. С экспериментальным путем установлено следующее. Если вы видите это и можете это потрогать, это реальное. Если вы видите это, но не можете это потрогать, это виртуальное. Если вы можете это потрогать, но не видите это, это прозрачное. Если вы не видите это и не можете это потрогать, значит, это уже съебалось, блядь. Ну, может быть, оно и не виновата, что оно такое, но, блядь, просто жить тяжелая штука. Да и случаи, собственно говоря, бывают разные. Вот как-то заморские мудрецы выдумали спирт 300 градусов, решили опробовать на людях. Приехали в Германии, налили стаканчик немца, он ёбнул, тут же помер. Приехали во Францию, стаканчик налили французу, тот выпил, через 10 минут загнулся. Приехали в Россию, в колхоз пиздец коммунизму, говорили там баба Маня хуячит травушку-муравушку, они подходят и говорят, баба Маня, хочешь спирту? Она говорит, блядь. Выпила стаканчик, говорит, ещё есть, налили ещё стакан, ёбнула, вообще стала заебись. Те наутро приезжают, чтобы посмотреть, как там баба Маня, смотрят та же самая баба Маня, только уже совершенно голая и в пуфайке на голое тело, хуячит травушку-муравушку, из жопы торчит почему-то кукуруза. Тогда они смотрят, баба Маня кукурузину вытащит, покатается по земле, кукурузину вставит и снова, блядь, косит. Они посмотрят, говорят, баба Маня, ну хуя тебе кукуруза в жопе? Она говорит, да чё ты изжога у меня, блядь, и пучит от вашего спирта. Говорит, а чё ты, блядь, катаешься? Она говорит, блядь, не поверите, как пёрну, так вуфайка загорается. А я же не знаю почему, и я вспомнил почему-то старый анекдот. Жил на свете некий исследователь, который узнал, что в Африке обитает племя, в котором живут женщины, имеющие влагалище 30 сантиметров в глубину и 8 в диаметре. Он 15 лет потратил на то, чтобы найти это племя, нашёл, сидит, бухает с вождём и говорит, слушай, а правда, что у ваших баб пизда 30 сантиметров в глубину и 8 в ширину? Она говорит, да. Он говорит, слушай, а как же вы их ебёте? Он посмотрел на него, как на дурака, и говорит, они же растягиваются. Как говорится, век живи, век учись. Ну, собственно говоря, чудеса хватало и в застойные времена. Сразу вы найдёте чудесный анекдот. Советская полярная станция, наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит, ребята, тут в 70 километрах есть канадская станция, давайте ломанём туда. Все встают на лыжи, хуйнули, через 20 километров руки-ноги отморозили. Старший говорит, ребята, единственное, что у нас ещё осталось в целости, и что мы можем ещё спасти, это хуи. Давайте делаем так. Сейчас каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинемся. Через 5 километров тормозит процессию и говорит, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается. Как на солнечной просеке танцевали гомосеки. Запеклась на жопе кровь. Это первая любовь. Антракт. Ну что же, я вижу, народ к разврату готов. Хотя на самом деле нет никакого разврата, это всё бабы выдумали, чтобы нас, мужчин, очернять. Женщины про меня рассказывают очень много гадости. Утверждают, что я жуткий развратник, похабник, алкоголик, наркоман, федофил. Но даже я, увенчанный всеми этими титулами, испытываю тягу только к одной сексуальной позиции. Позе 68. То есть она сосёт, а я уже потом когда-нибудь, блядь. Но женщины же не понимают, что настоящему мужчине нужно. А между тем народная мудрость утверждает. В рот давать легко и просто девкам маленького роста. Не, ну в тихах, конечно, получается заебись. А на деле сразу услышишь. Да за кого ты меня принимаешь? Да я, блядь, не такая. Кстати, женщины утверждают, что любой, даже самый кристально честный мужчина, в своей жизни как минимум три раза врет женщине. Первый раз, когда говорит, дорогая, я буду любить тебя вечно. Второй раз, когда утверждает, милая, как ты могла подумать, я тебе в жизни никогда не сумею изменить. И третий раз, дорогая, ты там соси-соси, а я когда буду кончать, я тебе обязательно скажу. Не, ну, знаете, слава богу, про женщин вообще всё понятно. Про них всё было написано ещё в Библии, практически в самом начале. И шёл Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам, блядь! И стало так, да. Кстати, совершенно случайно я понял, почему женщину сделали именно из ребра. Потому что ребро – это единственная кость тела человека, в которой вообще нет мозга. Вообще, знаете, чем больше я общаюсь с женщинами, тем больше убеждаюсь, что ребро всё-таки было левым. Да, ну, слава богу, с Библией всё понятно. Книга нужная, полезная, и, что самое важное, очень современная. Я, конечно, не знаю, как вам, а мне больше всего нравится кусок, когда Ной 40 лет искал место для парковки. Вообще, знаете, история многому учит. Например, тому, что женщины на протяжении веков не изменились нихуя. Вот если верить историкам, жёны декабристов отправились вслед за ними в Сибирь и испортили им нахуй всю каторгу. Да, так вот. Женщина приходит к врачу и говорит, «Доктор, доктор, у меня очень редкая и, наверное, жутко опасная болезнь. Каждое утро я из пизды достаю маленькую марочку. Вот альбом 586 страниц, всё ими уклеило». Врач посмотрел, и молчае направление к окулисту. Она говорит, «Доктор, вы меня неправильно поняли. Мне не нужно к окулисту». Он говорит, «Нужно, красавица. У вас проблемы со зрением. Это не марочки, а наклейки от бананов». И создал Господь женщину. И посмотрел он на неё, и посмотрел на неё, и посмотрел на неё, и подумал, хуйня, накрасится. Вот, вы знаете, я тоже всегда считал, нахуй никому не спёрлись эти секс-бомбы без наших мужских боеголовок. Но женщины, конечно, так не думают. Они убеждены, что центром мироздания являются именно они. Хотя каждый школьник в нашей стране точно знает, что для того, чтобы родить ребёнка или мысль, всегда требуется мужчина. И при этом совершенно не важно, сколько женщин для этого использовано. Но женщины уже обнаглели в конец, и про нас, про мужчин, анекдоты рассказывают. Вот сейчас приготовьтесь, господа, будет женский анекдот. Вообще не смешной. Женская мозговая клетка попадает в мужскую черепушку. Смотрят там такие огромные коридоры, и никого. Она, «Ау!» Никого. «Ау!» Никого. Она говорит, «Блядь!» И ей тут хоть кто-нибудь! Появляется маленькая какая-то хуйнюшка, и говорит, «Ты чего здесь?» Наши все внизу тусуются. Вот. Я же говорила, не смешной, бля, анекдот, да. Это прописная истина. Всем известный факт. У мужчины две головы. Одна на плечах, а другой он думает. А вот у женщин на месте той головы, которой думает мужчина, вообще дырка. Вообще, знаете, женщин-существа удивительные, и, может быть, в силу своего коварства, может быть, ввиду огромности популяции, стремятся как можно раньше попасть в красную книгу, в твой, блядь, паспорт. Вот злые языки утверждают, что некто Пржевальский, великий русский следователь, как-то, скитаясь по необъятным степям нашей Родины, увидел одну кобылу. Так вот, уже через год эта кобыла носила его фамилию. Бля, не, ну, что ж поделаешь? Женщины, они во все времена были коварны. Правда, не всегда о них думали так, как я. Вот, например, в древней Греции женщины ценились очень высоко. Бывало, на одну бабу можно было пить и гулять целую неделю. Но всегда, знаете, поэты посвящали им поэмы, оды, стихи. Есть в моей коллекции два перла. Первый. Ошибки юности легко сходили с рук. Ах, молодость, далекий звук свирели. Мы часто под собой пилили сук. И мы не те, и суки постарели. И второй. Вот и утро. Дел не в проворот. Незаметно наступает вечер. Позвоню Светке. Дам я Светке в рот. Больше угостить мне Светку нечем. Да, уж. Граф Лев Николаевич Толстой, глядя на эту гадость, наверное, сразу бы застрелился. А у вас, я вижу, она вызвала живой отклик и даже интерес. Правда, довольно-таки сдержанные аплодисменты в зале. Не, ну я, конечно, понимаю, что хуёво аплодировать одной рукой. Сейчас, знаете, даже в секс-шопах пишут надписи журнала просьбы листать двумя руками. Но тут следует понимать, какую вещь. Девчонки всякую хуйню в себя пихают не от хорошей жизни, а потому что такие страшные, что их никто не ебёт. Не, ну а были бы и симпатичны, от этого бы ничего не изменилось. Женщин всё равно больше, чем мужчин. И я даже знаю почему. Потому что убираться в этой жизни нужно чаще, чем думать. Но, тем не менее, ещё Гёте в своё время сказал, не сперма единой жива женщина. И вот сейчас наши девчонки направят свои стопы в зал, дабы заняться попрошайничеством. Со своей стороны, я им говорил неоднократно, не в деньгах счастье. Бывает, что человек, у которого 100 миллионов долларов, нихуя не счастливее того, у кого их всего 95. Но девчонки мне не верят. Пожалуйста, подайте им кто сколько может. И ради бога, берегите ваши карманы. Потому что девчонки живут по принципу. Чем унижаться и просить, лучше спиздить и молчать. Да, ну знаете, действительно, жизнь — это очень тяжёлая штука. И что самое неприятное, никто не знает, что же она на самом деле из себя представляет. Некоторые считают, что жизнь — это затяжной прыжок из пизды в могилу. Другие считают, что жизнь — это короткая пробежка от бирки на руке к бирке на ноге. Третье считают, что жизнь — это репетиция концерту, которую мы никогда не услышим. Услышите. Сейчас пою. Пою я хоть и плохо, зато долго. Шуточная песенка про море. Вместо эпиграфа. Два сперматозоида плывут куда-то по мутному потоку. Один другого локтем в бок толкает и говорит, Илья Спиридонович, как вы думаете, скоро будет матка? Кто-то говорит, не знаю, Сегизмунд Елизарыч. По-моему, только что гланды проплыли. Маэстро, музыку. Сема, аксессуары. Боб, блядь, да. Искусство требует жертв. Так что, если слава и дамы, чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг. На пляже, что в городе Сочи, где теплые южные ночи, где любят резвиться актеры, художники и режиссеры, пиздой утопая в шифлонге, считала прибрежные волны. Вдали от назойливой прессы известная поэтесса, а в море дельфины плескались, глаза поэтессы слепались. Но тут подошедший поэт ее пригласил на миньет. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, и, вернув в морской прибой, громко пернуть под водой. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, или у морской косы толстой жопы снять трусы, поэт снял цветастые плавки, на жопе росли бородавки. Курорники так возбудились, что все как один обнажились. Сорвали купальники дамы, и в рамках культурной программы обдолбанный в жопу писатель угнал у спасателей катер. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, и морскую черепаху на песке поставить раком. А сейчас будет лирическое отступление. Рекомендую вам от всей души накатить на ход ноги граммов по 200, потому что дальше начнется суровая правда жизни, философия, так сказать, высочайшего полета. Метузой закусывал водку художник с курчавой бородкой. Тонула подводная лодка на винт, намотав чей-то хер. А в дюнах фотограф пузатый ебал балерин конопатый. И сразу троих акробатов любил голубой модельер. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, или прямо у воды вынуть краба из кинзы в краю белоснежных акаций. Чем злее под солнцем валяться, не лучше ли сексом заняться и в море оргазма нырнуть, отбросить к хуям все сомнения. И чтобы поднять настроение под волн за душевное пенье, кому-нибудь взять и воткнуть. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, и нырнув в морской прибой, громко пёрнуть под водой. Как хорошо солнечным летом в тени насладиться сочным миньетом, или прямо у воды вынуть краба из кинзы. Вот сейчас на эту сцену должны подняться две балерины в белоснежных пачках, но они по всей видимости уже нарылись, поэтому я просто говорю, что они должны быть здесь и выводить в вас у меня крентеля. Вот до вот этого момента. Здесь я должен бить чечётку, но я не умею, я буду просто обозначать. Внимая сцена и бурные аплодисменты. Спасибо, спасибо. Чтоб вы так жили, как вы похлопали. Но всё равно, знаете, всё равно хочется поделиться с вами мудростью. Своей, к сожалению, нет, зато чужой дохуище. Сергей Михалков. Овечка и баран. Басня. Овечка сделала аборт. Лев ей принёс огромный торт, медведь путёвку на курорт, а сёл билет на самолёт. А муж, баран, принёс сирень. Он думал, у неё мигрень. Отсюда сама собой напрашивается мораль. Когда несёшь жене цветы, подумай, не баран ли ты? А если у неё мигрень, ей нужен хуй, а не сирень. Финал. Если верить Бен Ладену, все мы будем жить долго и счастливо, и умрём в один день. Спокойной дрочи. Пока.